Семьи выплаты, рабочим деньги на первый взнос, Ульяновску особый статус. Главной темой 24 заседания законодательного собрания стали поправки в Конституцию Российской Федерации. Депутаты Ульяновского парламента поддержали коррективы, предложенные президентом и общественными организациями. Конституцию планируют править с заботой о детях. Лично мне в данных поправках особое, будем говорить, неизгладимое впечатление оставило вопрос поддержки наших детей. Литмотивом поправки в данной Конституции было отмечено, что в отношении детей будет направлена особая социальная политика, которая будет гарантирована Конституцией Российской Федерации. Особое внимание уделили демографической политике. Чтобы молодые семьи не боялись продолжать род, для них приготовили материальную помощь. Мамам первенцев единовременно будут выплачивать по 100 тысяч рублей подъемных. Для получения этих дотаций женщине необходимо соответствовать некоторым параметрам. Возраст не более 25 лет и официальный брак с отцом малыша. Для родителей тройняшек подготовили новые условия получения жилья, снятие критерий нуждаемости и достаточное количество квадратных метров. Будет рассмотрен вопрос о выделении именно на приобретение жилья. Потому что были случаи, когда требования 12 метров. Не хватало каких-то полтора по нормам, по нормативам, которые в свое время существовали. Этот порог тоже убирается. Ограничение по возрасту для мам вызвало волну споров между депутатами. Однако законопроект приняли. По теме жилья для тройняшек вопросов не возникло. Каждая семья, в результате которой появились сразу трое детей, получит единовременные выплаты для решения жилищных вопросов в размере чуть больше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Помочь ценным кадрам выплатить ипотеку. По 150 тысяч рублей на первый взнос будут выделять представителям рабочих профессий. Под льготы попадают мастера слесарного дела, сборщики самолетов и операторы станков. Причем обязательным условием является при получении вот такой меры поддержки то, что эти граждане должны будут 5 лет отработаться на предприятии на территории Ульяновской области. Также руководители мэрии предложили присвоить Ульяновску статус города трудовой доблести. В нашем крае работали производства, сыгравшие важную роль в годы Великой Отечественной войны. Знаменитая «Володарка» была единственным функционирующим патронным заводом в СССР. И, конечно же, наши учебные заведения выпускали лучших танкистов и летчиков. Заявленные на заседании поправки одобрены, проекты закона рассмотрены. Осталось дождаться всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, который состоится 22 апреля. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова